Европейцам, заботящимся о собственной безопасности, лучше желать, чтобы не только над Крымом, но и над Украиной воздушное пространство контролировали российские диспетчеры, а не украинские. На что способны украинские диспетчеры, видно хотя бы из того, что 17 июля 2014 года украинские диспетчеры направили малайзийский Боинг в ловушку. Давью команду пройти не просто над зоной боевых действий, а еще и в зоне досягаемости украинских зенитных ракетных установок. Причем еще и снизится над этими установками на высоту, обеспечившую эффективность их боевого применения. И я бы на месте европейцев поостерегся снова оказаться в зоне ответственности соучастников этого преступления. Я уже не говорю о том, что из-за того, что на Украине сейчас уходит все больше денег на террористическую операцию на Донбассе, все остальные расходы на Украине ограничиваются. И в частности, насколько я знаю, большая часть украинских авиадиспетчеров работают с изрядными перегрузками и нарушениями установленных в этой отрасли норм безопасного объема работы. Так что с каждым днем все больше риск оказаться жертвами диспетчерских ошибок, просто из-за катастрофической перегрузки самих диспетчеров. Словом, если кто-то из европейских политиков хочет решать проблемы своей карьеры ценой повышения риска для безопасности своих сограждан, я думаю, что согражданам следует сделать из этого адекватный вывод и впредь не допускать такого политика к официальной государственной деятельности. А самим политикам следует все-таки вспомнить о том, что они обязаны заботиться прежде всего о своих гражданах, а не о марионетках Вашингтонского обкома.